Добрый вечер, уважаемые зрители! Выпуск информационной программы «Новости Нахчевана» начинает свою работу в эфире. По традиции, вначале представляем вашему вниманию официальную весть. Полномочный представитель президента Азербайджанской республики в Нахчеванской автономной республике Фуад Неджафли встретился с жителями Шахпутского района. А теперь подробнее. 23 ноября полномочный представитель президента Азербайджанской республики в Нахчеванской автономной республике Фуад Неджафли встретился с жителями Шахпутского района. Перед встречей господин Неджафли и глава исполнительной власти Шахпутского района Рафаэль Бабаев посетили памятник общенациональному лидеру Гидару Алиеву в городе Шахпус, возложили цветы к его подножию и с глубоким уважением почтили светлую память великого вождя. Затем Фуад Неджафли встретился с жителями Шахпутского района, в том числе с семьями шахидов и участниками войны, провел с ними индивидуальные беседы. Были выслушаны проблемы и предложения граждан. Было отмечено, что по каждому обращению будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства. Дорогие зрители, как вам уже известно, завершилась 29 конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая прошла в столице Азербайджана – Баку. Теперь мы хотим предоставить вам последние новости, которые были актуальны на протяжении всей конференции и те, которые продолжают иметь значение для нашей планеты. Завершилась 29 конференция сторон. Масштабное событие, объединившее страны мира для обсуждения будущей климатической политики. Состоялись встречи с представителями разных государств, которые поделились своими идеями и инициативами в борьбе с экологическими вызовами. Итоги подведены. Официальная программа завершена. Но обсуждение вопросов, определяющих будущее нашей планеты, будет продолжаться. В следующем году эстафету примет Бразилия, где пройдет 30 конференция сторон. А мы прощаемся с Баку, городом, ставшим центром этих значимых глобальных переговоров. И хотим напомнить, забота об экологии начинается с каждого из нас. Благодарим за внимание. До встречи. То, что такая конференция есть, это уже хорошо. По итогам, скорее всего, конференции мы увидим резолюцию КОП-29. И тогда можно будет сказать, какие из решений повлияли больше всего на развитие. Но то, что люди собрались, они это обсуждают, обсуждают на международном уровне. Это уже шаг вперед, это уже хорошо. И в том числе определяются, доопределяются правила игры. Например, Россия 18 числа вышла на международный рынок углеродных единиц. Состоялась международная сделка. Это говорит о том, что рынок развивается. Люди понимают, осознают, что при прочих равных условиях, не снизив антропогенное воздействие, мы все получаем угрозу устойчивости нашего общего большого зеленого дома под названием планета Земля. И то, что здесь, посмотрите, сколько людей обсуждают эту очень серьезную проблему, это уже хорошо. А по резолюции посмотрим, как это работает дальше. Мы знаем, что Азербайджан, как и Кыргызстан, является горной страной. И наша цель Кыргызстана в рамках КОП именно продвигать горную повестку, потому что мы считаем, что жители горных регионов и горные экосистемы являются наиболее уязвимыми к изменению климата. В рамках различных платформ мы тоже продвигаем региональное сотрудничество, мы продвигаем глобальное сотрудничество. И одним из таких важных инициатив является идея Кыргызстана на ежегодной основе проводить диалог по горам. Чтобы все собирались, это правительство, международные организации, местные жители гор, неправительственные организации, исследователи, чтобы мы обсуждали общие проблемы горных регионов, горных экосистем и находили пути решения, делились опытом. Это тоже такая хорошая возможность, чтобы мы все собирались независимо от континентов. Одна из таких проблем, которые затрагивает горные экосистемы, это таяние ледников интенсивно. Вот в Бонне проводился такой диалог, экспертный диалог по горам, где мы узнали, что две страны, как Словения и Венесуэла, уже практически потеряли свои ледники. И кто будет третья страна, которая потеряет полностью свои ледники? В Кыргызстане тоже за последние 50-70 лет мы потеряли 15% площади своих ледников. А ледники у нас это источник пресной воды для всего региона Центральной Азии, для всех жителей Центральной Азии. Поэтому мы ожидаем, что в рамках КОП-29 страны, все страны примут такие меры для того, чтобы остановить потепление климата, чтобы спасти наши горные экосистемы. Продолжаем выпуск иными новостями. 21 ноября был отмечен 103-летний юбилей газеты «Щаркапсы». Отпразднован день профессионального праздника работников юстиции. Завершился международный саммит бухгалтеров, прошедший в столице Великобритании – Лондоне. Обнародована статистика за январь-октябрь 2024 года. Эти и другие новости в очередном блоке. 21 ноября был отмечен 103-летний юбилей печатного издания Нахчеванской автономной республики газеты «Щаркапсы». Коллектив редакции посетил памятник общенациональному лидеру Гейдаре Лиеву, возвышающейся в центре города Нахчеван. Возложил цветы к памятнику и почтил светлую память великой личности. Затем сотрудники редакции посетили музей Гейдаре Лиева. Особый интерес у посетителей вызвали номера газеты «Щаркапсы» различных исторических периодов, представленных среди экспонатов. Было отмечено, что исторические указы, распоряжения и решения, изданные великим лидером в 1990-1993 годах, в период его председательства в Верховном Меджлисе Нахчевана, впервые были опубликованы именно в газете «Щаркапсы». 22 ноября в нашей стране отмечается День профессионального праздника работников юстиции. По этому случаю, в Министерстве юстиции Нахчеванской автономной республики состоялось мероприятие. Участники мероприятия возложили цветы к подножию величественного памятника общенациональному лидеру Гейдару Лиеву, городе Нахчеван, почтили добрую память великого человека, внесшего огромный вклад в совершенствование структуры юстиции. Заместитель министра, исполняющий обязанности министра юстиции Гусейн Сафаров, поздравил коллектив с профессиональным праздником и напомнил об истории ведомства, которому исполнилось 106 лет. Далее было зачитано поздравительное письмо первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчеванской автономной республики Бахтиара Мамедова, адресованное работникам юстиции. Затем состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников, в котором были присвоены специальные звания и вручены почетные грамоты. Министр финансов Нахчеванской автономной республики Гасан Исмайлов и начальники отделов министерства приняли участие на международном саммите бухгалтеров, который прошел в столице Великобритании, Лондоне. В рамках шестидневного саммита состоялась церемония вручения премии Лука, считающейся Оскаром в мире бухгалтерии. Министр финансов Нахчеванской автономной республики Гасан Исмайлов также оказался среди лауреатов этой престижной награды. В январе-октябре текущего года в Нахчеванской автономной республике было произведено промышленной продукцией на сумму более 400 миллион 89 тысяч монатов. На развитие экономики и социальных сфер из всех финансовых источников основной капитал было направлено более 134 миллионов 411 тысяч монатов, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из этой суммы 112 миллионов 25 тысяч 900 монатов или 83,3% пришлось на строительные и монтажные работы, что на 7,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Согласно информации, в отчетный период было произведено сельскохозяйственной продукцией на сумму 304 миллиона 608 тысяч 600 монатов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 1,5%. В городе Нахчеван состоялась акция по посадке деревьев, организованная Управлением водоснабжения и канализации Нахчевана. Акция была посвящена 100-летнему юбилею Нахчеванской автономной республики КОП-29 и объявленному году солидарности во имя зеленого мира. Глава исполнительной власти города Нахчеван Джабар Мусаев выступил с речью, подчеркнув важность проводимых мероприятий по озеленению. Участники акции высадили более 800 деревьев, соответствующих климатическим условиям автономной республики, и обеспечили необходимый уход за ними. Научной библиотеке Нахус университета состоялось мероприятие, посвященное столетию заслуженного деятеля искусств поэта-драматурга Гусейна Рази. На мероприятии были заслужены выступления ректора Нахчеванского государственного университета Эльбруса Исаева, доцента кафедры азербайджанской литературы Хана Олег Керемли, профессора кафедры азербайджанской лингвистики Садагат Гасановой, старшего преподавателя кафедры азербайджанской литературы Сейфадзина Эйвазова и сына Гусейна Рази, профессора кафедры философии и социальной работы Мамед Арзаева. Выступившие затронули деятельность и творческий путь выдающегося поэта-драматурга Гусейна Рази. Мамед Арзаев выразил благодарность за организацию мероприятия. Студенты продекламировали избранные стихи выдающегося поэта-драматурга. Мамед Арзаев подарил студентам книгу автора «Жизненные пути». На этом все. Сегодняшняя программа подошла к концу. А мы прощаемся с надеждой увидеться с вами на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин